20 лет прошло с того момента, как первое авто выехало на улицы Петербурга. Вот она, воссозданная безлошадная повозка. Ее механизмы еще помнят город конца 19 века. Чтобы проверить, есть ли место этому механическому экипажу среди миллионов и миллионов потомков, проведем эксперимент. Засечем, сколько времени понадобится, чтобы припарковать этого железного коня в центре Петербурга. Половину Казанской проехали, пока ни одного парковочного места, да? Нам даже «Лексусы» не уступают. Смотрите, а вот сюда мы не влезем? Вот так вот, если только встанем. А, только если поперек. Так, так, да, потому что мы будем мешать въезду и выезду. Столетия назад самоходная повозка только своим видом могла расчистить дорогу впереди. Конные экипажи шарахались по сторонам от диковинного агрегата. В Петербурге 21 века экзотичный транспорт с его двумя лошадиными силами уже раздражает некоторых водителей медлительностью и аристократичной выдержкой. Ежедневно в агрессивный поток города сливаются почти 3 миллиона автомобилей. К 20-му году их число вырастет до 5 миллионов. Новое явление для города, зона платных парковок – мера неотложного вмешательства. Иначе Петербург, который уже сейчас то и дело парализует на несколько часов, окажется полностью обездвижен. Мы все больше и больше чувствуем, что время поездки от точки А в точку Б увеличивается, и мы не можем контролировать уже, когда мы прибудем к важному совещанию, встрече, либо к какому-то мероприятию. Поэтому, естественно, это вынужденные меры для того, чтобы постараться все-таки стимулировать пользоваться общественным транспортом, пользоваться перехватывающими парковками. На Западе уже давно привыкли, за комфорт надо платить. Самый дорогой для автомобилистов Лондон просит в переводе на рубли тысячу просто за въезд в центр. Еще 400 рублей стоит каждый час парковки. Но машина на одном месте может находиться не более двух часов. Близкий своими реками и каналами Петербургу. Амстердам также в лидерах стоимости парковки. Один час более 350 рублей. Есть альтернатива. За 600 рублей можно оставить машину на перехватывающей парковке и получить суточный абонемент на общественный транспорт. Выезжаем в эту зону, которая у нас будет теперь оплачиваться. Зона платной парковки. Здесь пока ничего веселого нет. Вот, кстати, обратите внимание, места для инвалидов. Ни одного инвалида. А вот сотрудники полиции интересно относятся. Мне кажется, для машины 19 века на какую-то скидку. И 60 рублей в час подешевле. Наверное, да. 60 рублей за час теперь будет платить каждый водитель, остановившийся в зоне ограниченной Невским и Лиговским проспектами, Кирочной улицы и Набережной Фонтанги. Общая площадь более 15 квадратных километров. Работающим в этой зоне автомобилистам предлагают приобрести безлимитный абонемент за 12 тысяч на месяц или за 108 тысяч годовой. Очевидно, изменится уклад жизни с начала одного района. Кто-то, возможно, даже задумается о продаже личного авто. Затем и всего центра Петербурга. Зона платной парковки неумолимо будет расширяться. Уменьшится количество автомобилей, припаркованных вторым рядом. Это же наш бич, в том числе и на Жуковского, и на Некрасово, и на Литейном проспекте. Введение платной парковки создает в том числе и финансовые основы для постоянного введения надзорной деятельности на этом участке дороги. То, что сигнал аварийки будет чаще использоваться, чтобы встать вторым рядом, шоферы Ленинграда вряд ли бы могли представить. Ещё каких-то 40-50 лет назад на шестиполосных проспектах ближайшую машину можно было увидеть вдалеке на следующем светофоре. По непривычной безлюдной Дворцовой проходили маршруты автобусов. Городская среда за исторически короткий промежуток времени не эволюционировала, совершила революцию. Её новым этапом, ожидают эксперты, станут платные парковки. Не исключено, что появится новый дорожный феномен – стать третьим рядом. Я думаю, что они будут искать возможность оккупировать ближайшие дворы, искать возможность, если где-то дворы закрыты, найти от них ключ, подобрать замок. Существуют всякие системы на чёрном рынке, которые подбирают коды от всевозможных шлагбаумов. В Москве можно говорить о целом движении водителей ловкачей. И владельцы бюджетных «Жигулей» и престижных иномарок скручивают номера. И уже никакой инспектор и компьютер не определит, кто не заплатил за парковку. Не пугают нарушителей и штраф в 5000 рублей. Поймают точно не всех. Вероятно, 3 сентября, в день начала работы платной зоны парковки в Петербурге, на улицах появятся машины без опознавательных знаков. Пока система не придёт к равновесию. Либо ехать, но платить. Либо всем городом стать в одну коптящую и сигналящую пробку. Ура! Просто счастье какое-то. Не, ну, так скажем, в среднее место влезла машина. Джип с трудом бы, но машина влезла бы обычная хорошо. Вот мы встаем. Чтобы найти место для нашего ветерана, пришлось намотать не один круг от Исаакиевской площади. Только здесь, на улице Некрасова, удалось припарковаться, не нарушая правил. На всё ушёл почти целый час. Так что, очевидно, в современном Петербурге пешком будет даже быстрее. Дмитрий Рунков. Пульс города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова